Оказывается, традиция ставить ребенка в угол тянется еще со времен Древней Руси. Наши предки были уверены, что в самом темном углу избы живет истинный хозяин дома – домовой. Вот к нему-то и отправляли малыша, говоря современным языком, на воспитательную беседу. Конечно же, сегодня родители даже не вспоминают про домовых, но все равно частенько прибегают к испытанному временем наказанию. И, как выясняется, очень даже зря. По мнению психологов, есть четыре веские причины, по которым нельзя ставить ребенка в угол. Первое. Не факт, что, постояв в углу, ребенок станет послушнее. Очень часто ребенок шалит или ведет себя чересчур шумно только потому, что он ребенок. И малыш не понимает, почему мама или папа сердятся и наказывают его. Ведь он просто бегал по комнате и жужжал, как самолютик, или прыгал по стульям, как обезьянка, потому что только на днях был в зоопарке. Поэтому, если вся вина малыша только в том, что его поведение не понравилось родителям, то сколько бы ни стоял карапуз в углу, проблему это не решит. Второе. Поставив ребенка в угол, родители признаются в своей беспомощности. Действительно, зачем тратить свое драгоценное время на беседу с малышом и в очередной раз объяснять ему, почему нельзя капризничать. Гораздо проще сказать сердитым голосом «А ну марш в угол» и снова спокойно заняться своими делами. Но не понимая причину наказания, ребенок никогда не сделает правильные выводы и будет шалить снова и снова. И рано или поздно стояние в углу покажется родителям неэффективным, и они перейдут к следующему этапу – шлепкам по попе и другим телесным наказаниям. Третье. Стояние в углу снижает достоинство ребенка. Многие родители уверены, что стоя в углу, малыш размышляет о своем нехорошем поведении. Как бы не так. На самом деле, наказанный ребенок думает лишь о том, как несправедливо поступили мама или папа и сочиняет новые проказы. Кроме того, по мнению психологов, одинокое стояние в углу, да еще носом в стену, унижает достоинство ребенка. И в будущем малыш, которого часто наказывали таким способом, вырастет неуверенным в себе, с низкой самооценкой или, наоборот, способным на неадекватные вызывающие поступки. Четвертое. Ребенок будет думать, что родители его не любят. Странно, но когда взрослые члены семьи совершают не самые хорошие поступки, никому не приходит в голову сказать. А знаешь, постой-ка ты в углу, подумай о своем поведении. А вот по отношению к ребенку, который еще слишком мал, чтобы понимать, что хорошо, а что плохо, такое наказание применяется сплошь и рядом. Поэтому наказанный ребенок обязательно подумает, мама меня не любит или еще хуже, я маме не нужен. А как известно, даже небольшие душевные травмы, полученные в детстве, вырастают в большие комплексы у взрослых. Вот почему к ребенку даже самому маленькому нужно относиться уважительно и строить с ним доверительные отношения. Тогда и потребность в таком древнем способе наказания, как угол, отпадет сама собой.